Всем привет! На связи Royal Partners, меня зовут Артём и сегодня мы находимся в не самом солнечном городе Сан-Паулу на конференции Sigma Americas. Что у нас сегодня по плану? Сегодня по плану знакомства с гостями, посмотрим с вами все стенды, поучаствуем в активностях и в целом распробуем, что же такое Бразилия. Вперед за мной! Так много стендов я, наверное, не видел еще ни разу и глаза просто разбегаются. Сейчас постараемся найти что-нибудь интересное. Юля, привет! 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 Скажи, пожалуйста, какие у тебя впечатления от первого дня Sigma Americas? Впечатления самые позитивные, лучшие, выставка просто огромная, много стендов, интересных стендов, много компаний новых для себя открыло, с кем еще никакого контакта не было до этого. Слушай, круто! Ожидали чуть больше местных брендов увидеть на самом деле. Были до этого на Мальте, были до этого в Лондоне и примерно на самом деле те же самые лица. Приятно, конечно, всех увидеть, но еще смотрим, еще познаем. В любом случае, куча интересного в Бразилии огромный. Мы поняли, что это очень огромный маркет, здесь стоит развиваться, но есть свои вопросы. Ищем еще. Выставка, честно скажу, огромная. Это, наверное, самая большая выставка, конференция, на которой я была. Здесь бесконечное количество стендов, огромное количество местных компаний. Члены от выставки великолепны. Единственная проблема, что у нас 10 часов разница с тем местом, откуда мы приехали, поэтому просыпаемся в 3 часа утра и прям страдаем. Но, тем не менее, бегаем, прыгаем, стараемся получить новые контакты. Особенности — это то, что женщины примерно так же играют, как и мужчины, поэтому нужно это учитывать при своем таргете. Любят краш-игры и лайф-игры. Во-первых, они достаточно азартные, то есть это они любят прям денежки класть, при этом не особо любят класть много денег, то есть тут такое, достаточно, наверное, стандартное гео третьего мира. Я понимаю, что они еще технологично не очень сильно развиты. Есть многие технологии, ты объясняешь про источники, про форматы, про воронки и так далее, и они еще не понимают этот сленг. То есть приходится объяснять то, как это устроено. Это как бы хорошо, значит, в Синий океан, здесь никого нет, есть где развиваться. Но в какой-то момент сложно, потому что нужно пройти интеграцию, нужно оставить ссылки и так далее, и они это не умеют делать. И время тратить дополнительно, очевидно. Конечно, конечно. Это ресурсы персонала, косты и так далее. Но это может все окупиться, если все правильно сделать. Как мне кажется, рынок Латама очень похож на СНГ рынок, потому что есть бренды, которые выходят, как выходили на рынок СНГ, так и выходят на Латам с абсолютно одинаковой маркетинговой компанией. Я это вижу, я это наблюдаю, и поэтому могу сказать, что наши игры, которые популярны на СНГ сейчас, 100% будут популярны также на латамском рынке. Здесь очень много трафика, 200 миллионов людей, и они очень азартные игроки. Мы вот заехали в отель, там, знаешь, в лобби есть компьютеры казенные, и просто посетители играют в бетана. Мы чекинились, какой-то чувак играл в бетана, потом выходили, куда-то на ужин шли, и другой чувак сидел уже и играл тоже в слоты, но мы не обратили внимание, какой продукт. Поэтому очень азартно играет, как в казино. Ну, конечно, больше популярности пользуется спорт. Это футбол, вторая религия. Ну, вообще, Бразилия – это очень интересный рынок. Могу сказать, что он чем-то схож даже с рынком РФ в каком-то формате. Очень большое население, оно очень любит играть, очень любит ставки, и, на самом деле, очень перспективная Гео. И вот мы видим только рост во всех кварталах, только вверх идем. Гео пользуется большим спросом, хорошей популярностью, так что, я думаю, в принципе, перспективы здесь хорошие. Слушай, ну, у нас в Бразилии Топ Гео как была в прошлом году, так и в этом остается. В принципе, мы видим, да, что маркет очень большой. Наверное, скоро, через годик, он выдохнется, как мне кажется, но пока есть чем работать, да. Просто мы будем более длительный окуп закладывать, соответственно, в более долгую работать. Субтитры сделал DimaTorzok Будьте вам не канальные, это значит, что будьте везде. Все источники должны работать на вас, все нарежчики должны работать на вас. Каждый день, когда ты делаешь контент, он должен перевыкладываться, рестримы должны запускаться, должна быть доп. работа с трафиком. Потому что это твоя медийность, это твои деньги, это твоя прибыль. Ты один стрим можешь нарезать на 10 тысяч роликов, и эти 10 тысяч роликов принесут тебе много трафика. И это важная история. Не все это думают. Все думают, кто-то выложил и все. Нет, люди забывают контент, и они любят пересматривать. Так что выкладывайте, не переживайте. И, конечно, ведите диалог с менеджером, потому что менеджер, его задача вас прокачать. Если он не прокачивает, я его прокачаю сам. В первую очередь, я считаю, нужно найти команду и людей, с которыми вы хотите работать, потому что от команды зависит очень много. Ребята, не лейте в рот, пожалуйста, да, потому что будут срезы. Я думаю, это очень важно, потому что это вызывает трастовость какую-то. Когда ты показываешь людям, как ты живешь, чем ты занимаешься, к тебе больше доверия, и поэтому я это не скрываю. Вот РДМ, тоже мой дружище, мы с ним хорошо общаемся, дружим, надеемся на дальнейшее развитие наших партнерств. Он медийный, я тоже стараюсь как-то, поэтому работаем. Поэтому ты здесь. Да, поэтому я здесь. В нашем рынке, учитывая, что инфлюенс рынок, необходимо все-таки быть медийным. Простая практика, у меня менеджер есть с аккаунтом 5000 подписчиков, либо 200 тысяч подписчиков, и сразу партнер медийный, как ты только отмечаешь человека, он сразу подмечает тебя. То есть это такие маленькие моменты, что когда у тебя есть сильные медийные личности в команде, они бустят все. Потому что мы все люди, и нас впечатляют цифры. И эти цифры, по сути, должны впечатлять, потому что такой долгий срок, такие сильные инструменты, которые мы применяем, они дают нам как раз прибыльность. И в деньгах, и в подписчиках, и в друзьях, и в партнерах. Но сейчас мы вот начали развивать активно, во-первых, аккаунт именно официальный Голдлида, и стали делать менеджером именно рабочие инстаграмы. И могу сказать, что это хорошо работает, кстати. То есть у нас вот ребята, которые именно активные, которые очень общительные, которые с кем-то там инстой поменяются, они прям действительно находят даже новых партнеров, которые на них подписались. Потом в итоге где-то встречаются, сами подходят и говорят, ой, я тебя видел в инстаграме. То есть в плане вот медийности это прям очень хорошо. Да, я веду свой инстаграм и стараюсь его вести все больше и развивать все больше. Честно скажу, это становится немного сложнее для меня, так как в последнее время я участвую практически в каждой конференции. Сейчас с помощью медиа можно привести огромное количество партнеров, поэтому я считаю это необходимостью вести свой инстаграм. Стараюсь вести LinkedIn очень активно, все время со всеми общаюсь, коннектуюсь. Нетворкинг это реально, наверное, самый сильный инструмент, за который я всегда всем друзьям топлю. Это помогает мне везде, абсолютно везде. Поэтому добавляйте в LinkedIn. Я всегда пишу все обновления о компании, о себе, о том, что происходит в индустрии. Стараюсь делиться всеми фишками, что знаю. Это все как дурень со ступой бегают с этой медийностью, иногда даже преувеличивая значимость этой медийности. По сути, не совсем, может быть, правильно ее монетизируют. Я считаю, что это очень важно и классно, что вы поднимаете этот вопрос, потому что после конкурентного анализа или анализа рынка видно, что мало кто вкладывается в это, мало кто развивает это каким-то способом. Есть, конечно, компании с уникальными кейсами и классно, что тоже они это делают. Я считаю, это важно. Это хороший инструмент для привлечения новой аудитории и также поддержания общения с текущей. Рынок очень узкий. И в целом, если ты там засветился пару интервью или в каком-то там скандале или еще в чем-то, то в целом тебя уже весь рынок знает. По желанию, наверное, скорее. Если есть желание у человека заниматься каким-то творческим подходом в Инстаграме, то мы всегда за. Но если нет, то мы не заставляем. То есть ты считаешь, что в принципе можно без этого обойтись? В принципе можно обойтись, да. Так же, как и я обходился много времени без Инстаграма и использовал, наверное, больше такой холодный хантинг, конференции, встречи, какие-то профильные мероприятия и так далее. Но в целом, как плюс, как дополнительный инструмент, почему нет, очень хорошо работает. Я думаю, в первую очередь это обратная связь. То есть стоит начать буквально, буквально сделать первые шаги. И как только ты получишь первые результаты, как только ты увидишь, что люди на тебя реагируют, тебе сразу хочется делать больше. Это тебя мотивирует. Поэтому обратная связь, ребята, очень важна. Поддерживайте тех, кто ведет Инстаграм. Обязательно оставляйте свои комментарии о том, нравится вам или не нравится. Потом и вас буду также поддерживать. Мотивировать? Наверное, объяснить, что это дает. Через результаты. Вот, например, у нас есть LinkedIn, с этого пришел вот такой вот лид, мы так его закрыли, и вот такой вот профит получили, а ты свой бонус тоже получил. Вот так это работает. Я просто всегда был такой движовый по жизни. Я не могу сидеть на месте, мне надо все время куда-то двигаться, бежать. Я обожаю не высыпаться на выставках. Три часа сна в день, но зато максимально бегаешь все время со всеми, общаешься, получаешь заряд, возвращаешься на какой-нибудь месяц домой, готовишься к следующей выставке, общаешься с партнером и двигаешь дальше бой. Это самое крутое. Это меня максимально мотивирует. Мне кажется, для компании, если мы говорим о продукте, двух-трех человек медийных достаточно. Да, ключевые уже являются точкой входа и потом распределяют по нужным департаментам. АСО, ППС, СЕО трафик, имейл рассылки. А какие самые худшие относительно других гео, может быть, что-то выделили? Что реально отрабатывает на удивление плохо? Всегда плохо отрабатывают всякие ППС, кликанеры, местами Фейсбук, к сожалению. Тик-Ток, СЕО и АСО в каком-то роде. Здесь заходят, это АСО, СЕО, ППС и Инфлюенс. Дефолтное Фейсбук, ППС, АСО, СЕОшка и Инфлюенс. Ну, вот, наверное, так. Это, в принципе, все льется. Не сказать, что что-то конкретно проседает. Везде есть объем. Именно такой и получилась конференция Sigma America. Нам удалось пообщаться с большим количеством людей, найти новых партнеров, показать себя на этом гео. В Бразилии было очень интересно. В Бразилии мы будем безумно по тебе скучать. Всем пока и подписывайтесь на Роял Партнерс. Роял Партнерс. Роял Партнерс. Роял Партнерс. Роял Партнерс. Продолжение следует...